1, 2, 3 Всем привет, это Lams Shop И сегодня у нас необычный обзор Мы приехали в квартиру, в которой недавно Зарешился ремонт, для того, чтобы посмотреть Какое освещение здесь используется Поэтому не будем тянуть, поехали И забегая вперед Скажу, что в основном здесь Используется трековое освещение, поэтому про него Мы поговорим побольше и поподробнее Ну и начнем мы наше Путешествие с кухни Здесь используется комбинированное освещение Это как и обычные люстры с лампочкой Так и трековое освещение И начнем мы, пожалуй, с люстры С небольшого обзора Это люстра металлическая, черного матового цвета С двумя плафонами Источником света здесь являются лампочки Светодиодные, с цоколем Е14 И один светодиодный элемент В виде прожектора, который подсвечивает Озеленение, в данном случае оно Искусственное, но вы можете в данном Буршочке высадить и настоящий цветок Света люстра дает немного А вот основной свет Дает трековая система и перейдем к ней Шинопровод установлен по периметру Кухонного гарнитура И используются модули только точечного света Это позволяет вам настроить рабочую поверхность так, чтобы не оставлять темных участков И при этом при работе Самому не отбрасывать тень И при грамотном использовании Можно обойтись даже без дополнительного Освещения под шкафчиками Плюс ко всему Прямо в процессе работы вы можете самостоятельно Управлять свет и настраивать его так, как вам удобно Ну а далее мы переходим в коридор И здесь мы уже можем заметить модуль рассеянного света Который светит более мягким, более теплым светом Который заполняет большое пространство И не отбрасывает таких жестких теней Как это делает, например, модуль точечного света И как раз таки в их случае Как по мне, есть два способа, как их можно расположить Первый, это вертикально, перпендикулярно полу Как в данном случае И второй способ И давайте, чтобы не терять времени И второй способ, это рассредоточить их в разные стороны И в таком случае света кажется больше За счет дополнительного рассеивания от стен Ну а на примере зала я хочу вам продемонстрировать Как удобно распределять трековую систему на группы света И в данном случае у нас справа это группа на две секции И слева группа на три секции И соответственно у каждого из них есть свой выключатель Это очень удобно И с помощью этого можете контролировать интенсивность освещения в вашей комнате Ну а далее по списку у нас комната И здесь у нас тоже очень много всего интересного Но начнем мы, пожалуй, с подвеса Это очень популярная модель Представлена в черном матовом цвете Есть еще варианты в белом Источник света здесь светодиодная лента И спрятана она за вот такими вот акриловыми рассеивателями Подвес максимально опущен над тумбочкой И выполняет функцию бра Это сейчас тренд И вообще очень стильно, модно и молодежно Ну а далее мы переходим к магнитной трековой системе Которая красиво и плавненько переходит с потолка на стену И как бы визуально разделяя комнату на две части Плюс ко всему Шинопровод не утоплен ни в потолок, ни в стену А установлен с помощью накладного способа монтажа Что я считаю очень удачным решением Так как в данном случае шинопровод несет декоративную функцию Ну и остается в этой комнате только трековая система Которая идет по периметру И заполняет оставшееся пространство светом А мы переходим дальше Ну а на пути у нас раздельный санузел Это туалет и ванная комната В которых нет ничего интересного А лишь установлены софиты Здесь 3 квадратных метра А установлено аж 4 софита И поэтому совет от Lanshop Подвесной светильник над раковиной Светодиодная лента по периметру Дополнительная подсветка зеркала Всего этого здесь нет А хотелось бы поэтому Собственный совет Не жалейте света для вашей ванной комнаты Ничего не будет лишним Поехали дальше Ну и остается у нас последняя комната В которой сохранился изначальный потолок И поэтому трековая система закреплена прямо на плиту перекрытия Здесь хотелось бы продемонстрировать Насколько легко монтируется трековая система Она закрепляется на шурупы Прямо через корпус потолок Здесь используются всего 3 шурупа Далее с помощью специальных соединений Она скрепляется с остальной секцией И подключается напрямую к 220 вольт Бетовой сети в одном месте Изначально шинопроводы должны быть черного цвета Но как мы уже поняли Мне ничто не составит труда Отсоединить всю трековую систему от потолка И заменить ее на черную Либо перекрасить Либо если мне надоест смотреть на гулую плиту перекрытия Установить здесь натяжной потолок Отсюда следует еще одно преимущество трековой системы Ну что ж Надеюсь в этом обзоре вы нашли для себя Что-нибудь новое, интересное и полезное Если у вас остались вопросы Обязательно их нам задавайте Любые вопросы касаемо света И мы обязательно на них ответим Ну а на сегодня это все Это был Lams Shop Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok